Очень важный вопрос, хотя вроде казалось бы локальный к 20-летию Конституции, кто войдет и кто не войдет в список амнистируемых. Войдут ли только экономические преступники или войдут также политические. Мне кажется, что этот вопрос вроде бы локальный, но касающийся персональных каких-то очень важных судей, он будет серьезным маркером того, насколько вменяемая сегодня власть. Что такое политические заключенные? Это, условно говоря, сегодня, я не знаю, пусть и райот, это личные враги Путина. Если Путин воспринимает свою позицию президента как некий трон царский, то да, он стремится их наказать. Если же он понимает, что в стране естественным образом должны существовать люди, которые считают его правление неуспешным, трагичным для России, то есть их надо обязательно выпустить. Вообще желательно, чтобы политических заключенных не было. В принципе, то есть преследование человека за его политические взгляды должно стать недопустимым. Но так как этого нет, то, по крайней мере, пусть запоздалая, но какая-то вот эта амнистия могла бы дать сигнал всему обществу, что власть готова к диалогу, готова к демократии, готова к соревнованию каких-то идей и людей.